добрый день как у вас дела никаких известий ниоткуда и вы решили в новосибирск все-таки поехать или сразу подробно уже узнаем что сибирские вали нашей сестры там сын живет я с ним договорился он придет на все документы оставляем чтобы он каждый день сверялся это меня поинтересует дня 4 пока мы доедем а пока мы доедем чтобы он сверялся если только придет мы ему доверенности выписано сразу чтобы спецпочтой быстро отправил чтобы получили другого выхода нет москву вчера звонил там никаких ответов пока нет там могут и даже не разговаривать скажет а кто вы такие я понимаю но сходить то бы надо предупредить знакомые ваши не ходили туда посоль за москве известно нету звонка сейчас звонил молчатся телефон молчит машет рукой наш малыша 1 августа 6 будет понятно а мне 10 июня будет 75 на 70 лет до старше да вот не знаем школу собрались идти то ли нас возьмут то ли не возьмут в этом году беда со школами у нас учителей не хватает начальных классов набирают всех кого не лень вот два учителя осталось такие которые профессионалы с опытом работы хорошие учителя знания хорошие дают вот в этом году набирает а потом только через год будет набирать 2 и вот ходили договаривались возьмите нас почти с шести лет но есть 6 исполняется 1 августа 1 сентября в школу а раньше 7 лет было ну 7 вот нам директор тоже сказал что 6 половиной надо как минимум чтобы было ну вот как-то она и читает и считает уже пообещали что возьмут не знаю трудно будет маленькая я такой же был на год раньше ушел самостоятельно сбежал из дому школу в оставили меня дома у меня двое ребятишек я с ними вожусь а я в окошечко там шибко выставлены спустился и побежал в школу но не дошел маленько на следующий дошел до школы взяли но взяли так учительница пока что-то там занималась блата мариванова а я уже там шпарю далек и считаю то ну конечно она пошла в утром к нашим и родители не отдают водитель надо она уговорила что меня дали я за школу уже газеты считал мне интересно было я любил учиться в классе когда была математика я всегда первый заканчивал первый из класса выпускали кто первый сделать и мне интересно я сразу в лес побежал и с птичками там у меня по-другому мне и люди не интересовали так сказать в школе дружил я только в урок отбывала дальше опять в степи ушел у меня в основе природы было я внимательно смотрел за все наблюдал разные гнезда повадки птиц меня птицы сильно интересовали и когда я накопил денег тогда помню сколько это было рубля наверное полтора или чуть поменьше сусликов ловил я купил первую книгу про птиц какой-то журнал виталия бянки были лесная газета это мои первые любимые книги мне все было интересно даже его звать и италия у нас деревне такого не было как музыка звучала для меня виталий а имя довольно редкое тогда было редкое было и притом все весна как начинается копель какие птицы прилетают а я это все вижу знаю как определять их по отпечаткам по тени когда летит по крику я как будто не здесь и совсем был я где-то там птичьем царстве все время голубей тут возился это человеку да ну не этому нельзя вот у меня брат айки маму не надо хоть еще он овечками возится а от овечку то чего он продаст а голубя то у меня еще нет ни копейки это как я с цветами вожусь все лето насею потом всем раздаю у меня отец он овечек держал но и каждому из нас овечки это твоя то есть она так и есть там но считается что твоя как она моя там еще то это просто но это интересуется кому-то сам не сказал моя я не вижу а я там вожусь в огород ушел и смотрю первые голуби как они вылетают издалека и как они возвращаются все ли вернуться то отец посмотрит дурачок ничего ему не надо еще не надо то я у меня интересно никакого не то садяя садить там разные тополя скворечники ну 123 скорейщика только было вообрази 3 сделать это надо то 123 саду все соседи там все деревья все займу попрошу семья и лажу там я думаю через это господь приближал к себе я за всю жизнь ни одного матерка не сказал если не ругаются же я им подражал надо свекора моего посылок вам на на воспитание справить это ужас это сверное слово оно унижает человека скверняет всего еще это не дает вот кричит там ругается а что это даст если ты не тот кто есть слово пока спокойно сказано среди горит мудрых высушивается лучше чем крик глупца соломон говорит вот и воспитываю как сказать не воспитываю просто прошу что ты ну пожалуйста как-то сдерживай свои негативные эмоции она начинается с верхней полки и тогда кстати дети у нас не матерились ни один вот как то с рождения обычно маленькие учат специально мои не повторяли я не знаю почему вот как то так получилось у нас как получается отец он инвалид войны без руки был пасет летом как только заканчивает осенью то у него все целые овцы там жиром налитые как свиньи до того был пастух он природный от этого но к нему а там сюда приезжали на и подают ему клещу накопыляется вот и слова то нехорошие говорил отец такой был это не смотрел на это его у нас ни один не ругался 5 сыновей 5 дочерей а у меня один в лагере было у нас в общем он глухонемой ни одного слова таком и щит ни одного слова сказать не может а ребенку 6 лет он матерится отец ни одного слова вообще не говорит вот возьми да тоже люди живут они-то говорят он слышит и повторяет ему это наверно нравится так ну главное это в семье тоже слышали товарищи ругались но мы боялись этого почему страх божий был мама говорила ругаться будешь тебя на крюк за язык подвешивает в аду когда будешь а ноги будет тебе там огонь жечь и мы боялись она не могла еще объяснить а есть такая книга называется лицевая о мытарствах лицевая то есть лиса лихи человеческие изображены и так простые иконописную вот давай в лагерь и окном 10 ноября сама приехали поживешь там отдохнешь немножко освободи здесь поставь кто там куриста накормит поживешь у меня куриц только корову я сейчас посмотрел что-то ходил и вспомнил мастер и маргарита булгакова первая часть когда приходят валан для риос они там с иваном безродным то беседует и христа нет никакого он нам доказывает это же ему голову отрезала а он ему сразу сказал ты умрешь какой смертью он такой был михаил афанасьевич булгаков ты верно то никакого такую всякую писал но в этом есть смысл может от лукавы на навевал всякие мысли там о христе он говорил неправильно но там есть зерно которое можно взять я сегодня ходила в нашу церковь приближем как раз шла и вот я не знаю кто он там но я часто вижу что он там сидит на скамейке мужчина просит подаяние около ворот церкви но по нему видно что он пьющий человек нет и вот сегодня он стоит в церкви пьяный несет от него перегаром на всю церковь и чертей себя гоняет вот батюшка его несколько раз выводил из церкви там какие-то ему правоучения читал на пороге не прихожане а мы с утра ездили анализы сдавали у нас сережка заболел в прошлом году диабет у него нашли сахарный ну и вот сейчас надо госпитализироваться повторно вот пошел но сдавали анализы выписку надо брать вот хвост выставила пока они там поликлинике были я пошла сходила женю не зову потому что знаю что не пойдет надо за руку вести и за руку не поедем это вообще как-то вот я не знаю но я не могу туда часто ходить потому что там как-то вот как в товарной лавке вот правда заходят выходит кого-то служба идет все кого-то туда-сюда ходят посмотри ну ка погляди какая кошка-то а хорошая какая вот она хвост какой у нее большой сейчас она принесет скоро будут бежал за котятами надо считать священное писание в храм то я субботу или воскресенье один раз сходила помолилась а остальное это дом ваш молиться то каждый день то и не досуг конечно когда у нас на тишина не торговли вот такие хорошие это что это три белая желтые там и желтыми о такие до падают везде забирать хорошие какие красивые ребенка приучать надо к молитве маленько ему и слова божия рассказать чтобы он священное писание знал время да так он пропрыгает как козлика ничего не будет знать а время придет уже не будет слушать сердце ребенка подателем вот я воскресенье ко мне привели двух ребятишек мы а вот кошка там я даже ролик поставил кошку я вижу какая рыженькая вся кошка есть небольшая белая мордочка у ней две рыжие кошки хороша еще один кот который куда-то делся давай к нам летом в лагерь приезжай там будешь у нас играть молиться в церковь будешь ходить вот так а надо с мамой 7 лет мы принимаем а до 7 с родителями мы вас знаем родители премиум когда священное писание с детства вкладывается в ребенка он может даже применять его не просто не нравится она скажет бог запрещает это делать вот она побегает чтоб сама она имела наклонность к этому пришла и сказала мама мы давно не молились давай помолимся поблагодарим бога это избрание боже это избрание боже в этом заключается вот я я помню что вера только крепла от этого это конечно по детски по детски бог отвечает на детскую молитву по слезинка ребенка стоит всех наших переживаний а вот она не знает это значит сначала одеться надо чтоб прилично было дай кистей руки закрыты платочек на голову надень чтоб без платочка на улице не выбегала по маленькому начинаю ее характер шлифовать это очень сгодится это очень сгодится а если она еще не знает сейчас там до спины да все это голо это уже ей легко будет дальше ну ходить ни одна мусульманка девочка так не вот одна пошла и она о себе пишет мусульманка и у нее за водой пошла а щулок сполз маленько а отец ее в дверях остановил и говорит ты надень щелки то есть правильно ну пап ну что ты маленько щулок тут 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 маленько оголилась там ну неужели так это важно он говорит когда ты будешь на том свете и вот это оголенное место будет гореть в огне одно только тебе это все равно а я говорит я тогда поддернул на щелки то и побежала по детски надо говорить что это не надо это твое тело тело это гнилушка наша от него черви будут все и надо научить его ценить беречь и им не играть этим телом то есть ну женщина как она завлекает там намажется и и проще она у нее маленькая уже и мы сережки привешать я недавно один был совсем крохотулька выходит сережки и она уже готова готова ее хоть сегодня хоть завтра выставляю на базар она этого не знает она не знает это скромности как воспитывают сейчас чтобы замуж по удаче не выйти вы на своем опыте знаете никакой удачности не может быть без бога никак никак где верующие оба там удачно там благословенный господь там верность там помощь там молитвенное вместе стояние перед богом они вместе молятся а это если утренние молитвы нет ребенок встает поздно домашняя церкви нет это домашняя церковь даже ты вот одна и один ребенок один там два приучи вставать рано вместе чтобы а если он не выспался не выспался потом ляжет спать вот подними ночью его когда пошла и ребенка надо в туалет сводить златоуз говорит если не сейчас то когда и немножко там очень аж прочитай мало того если звезды подведи к окну скажи что бог сотворил закладывай в ребенка это все кончится а родители если дети не спасутся едва ли спасутся родители потому что бог дал тебе детей это не твои это хотение мужа а это все может бесполезно живут и люди детей нету а вот тут родился зачался зародыш мой видели очи твои в твоей книге записаны все дни для меня назначены когда ни одного из них еще не было 138 псалом давид говорит ни одного дня не было у бога мои все дни записаны что сегодня 23 мая 2014 года сейчас я скажу сколько 18 часов долговая наталья мне позвонит у бога это все было записано и что они будем друг другу кошек показывать вот именно это все уже записано теперь только эта проекция совместилась с реальностью а человек скажет я не знаю вот я как раз сейчас первую часть первую серию мастер маргариты говорил он ну а жизнь своей как да человек сам распоряжается он говорит нет человек хотя бы ну не на большой срок он должен жизнь свою знать как будет ну хотя бы так на тысячу лет маленько и как-то распорядишься собою ну конечно человек смертный он говорит не просто смертный а внезапно смертный а ему как раз трамваем в этот день голову отрежут видели как он не знает он с ним разговаривает сатана сатана то это видит потому что он сам то как и подстроил что аннушка купила масло растительное пролила перед трамваем идущим а он задумался подскользнулся упала голова вот и все это наша жизнь я вот сегодня смотрел ну я на подводных лодках был я их знаю вот и посмотрел аварии большие где я только стою на молитве и благодарю господи это мог быть я это я это моя биография меня взяли в морфлот сразу вот это мог быть я я сообщался с теми людьми у которых была авария они облучены как они умирали как у них кровь из глаз идет из ноздрей изо рта изо всех отверстий и умирает и шеи нет а с плечами все сравнивается там все описывается ну как видеоролик большой выступает контр-адмирал там биться адмирал и люди капитан первого ранга и все рассказывает но да это мог быть я а бог вот назначил жить дольше у меня отец 76 лет жил если по отцу то мне год остался маленько а мама 86 лет ну это уже сестра живут но об этом думаешь как будто это все реально я пришел был в гостях в гостях и теперь ухожу прошел через комнату вышел в другие двери жизнь дана не для счастья говорит счастливый а счастье меньше всего библия нам говорит человек пришел в юдоль скорбную печаль и этими печалями бог шлифует нас чтобы мы уподобились богу христу характером существованиями подражали ему но жизнь такая что силы нету а богу молись и бог покажет вот так бог сделает и как так сделает вот у меня это кошка сегодня я про нее говорил у меня часы ну а будильника то нет я плохо слышу еще я заряжал как то у него батарейка а я на веревочке на нитке сделал и как только загудит я и дальше он не идет а на ночь заряжу чтобы у меня батарейка долго хватало а сейчас я видимо без меня уже не стал я тогда наказал друзьям вы звоните в 4.40 ну вот один звонит звонит а я не беру чтобы не было но я вижу с потеряевки звонит Володя который со мной живет который здесь в Барнауле звонит по большому телефону а я бывает ни тот ни другой не услышу а жена через стенку в стенку колотит ее лучше всего слышу ну и один раз разбудили меня пораньше а рыжая у меня она в библиотеке была там мыши заедали отдавал а теперь она дома и она в этот еще не успела 4.40 я слышу у меня кто-то будет она залезла вот где у меня тут доска около головы и через доски и не корябает ничего по голове меня интересно я встал вот это будильник не за стенкой а рядом но до того умная кошка у нее как инстинкт какой-то ночью нигде шороха нету а утром подошла и будет для того интересно другой бы ну так если бы был неверующий или еще шарахнул ее ты мешаешь там спать нет я сразу посмотрел гляжу ну разбудила там минут десять раньше чем обычно потому что вчера меня раньше разбудили по ошибке она видимо этого хватило надо во всем видеть благодаряющую руку божий что такое создание рядом и день сегодняшний пройден я благодарю за этот день вот сейчас мне пишут вот мы не виноваты ни в чем сегодня заканчивается срок когда должны выдать паспорта три недели мы второго знали 23 вот но что за этим что-то плохо нет что-то за этим а что за этим я не знаю и никто не знает я прошу господи маленько приоткрой мне чтобы я знал может быть какие-то встречи потому что я буду хлопотать там пойду в посольство английское а так то бы я не пошел я мигнул только меня и видели что-то за этим есть ну что я у меня паспорта нет вообще никакого ну свой домашний и там у меня виза открытая а вторая я уже из-за нее не держусь это главное паспорт вырвать ну и они как хитро сделаются я паспорт забираю это мои деньги пропали больше не приходи а паспорт не отдают и вызволить нельзя должен написать заявление хитрецы мудрецы ну что-то за этим есть вот надо согласиться что у Бога все это вымерено и Он дает самое лучшее я благодарю Бога вот смотрел подводные лодки аварии на атомных подводных лодках я выставил в интернете третья мировая война там 4 ролика выставили я их все просмотрел и думаю вот там так то было у меня как хорошо что я оказался не там вот когда слышишь примеряешь возвращаешься назад ах как хорошо что ты Господи так сделал не по моему плану ну да не по плану планы были конечно совершенно другие получается так как получилось вы тоже имели другие планы а Господь видишь как допускает это к нашему благу мы должны в этом усмотреть промысел Божий от меня это не зависело промысла Божия нет такое что я у соседа что-то своровал и меня посадили Бог злом не искушается а это Бог допускает чтобы я через это научился доверять Богу доверять а он уже смотрит и устроит вот бывает молодые поженились все я знаю там уже они такие клятвы вот пойдешь на Барнаульский большой мост я вначале не знал что такое замки висят замок один другой третий я бы насчитал 70 с лишним замков да замки то хорошие и там рабочие я говорю что такое это молодожены приезжают замок а потом ключ бросают потом за этим плечом сама прыгает сколько раз тут ловят бросаются с моста видишь как придумали это язычество но да ничего в этом нет глупость только трата денег замок это глупость конечно ну как обряд такой себе сочинили что-то ж надо дать свадьбу как бы ты купила замок и повернула где-то у мужа там чтобы он не смотрел на чужую ну вот и все было по-другому снимок поставили в интернете он стоит с невестой а ее подруга здесь ну называется дружка то где-то а невеста то смотрит вперед и обернулась она так назад то а он руку протянул и зазад то держит не невесту а другую то а все говорят малейко перепутал вот и затянулся ну люди доверят и рисуют как карикатуру такую ну вот если ключ этот не играет никакой роли если бы повернул ключик то и она была верна а она еще будет верна она не мусульманка ее так не приучили она не знает там совершенно другие ценности извращенные какие-то что вот кажется что можно всего все сломать все заново сделать ну я не знаю сегодня поставили как виде ну там смех ставят она пришла психиатру и ну и говорит вот я такая говорит ненасытимая на мужчину то где-то он говорит ну тогда надо замуж выйти да я замужем ну и что ну все равно в охоте ну любовника заведения да у меня шесть любовников о он говорит вы удивительная женщина он говорит вот теперь справку дайте мне напишите что я удивительная женщина а то все называют меня б да б вот так люди то понимают что это плохо пытается как-то сгладить это дело а перед богом это смерть смерть это написано достоин смерти мусульман она изменила ее сразу приговорят к смерти ее и кончилось все главное доказательство и в ветхом завете по библии точно так же было она себя не сохранила она не девица ну порченая узнали в брачную ночь ее надо побить камнями возле дома отца привести и убить вот и все ну мы то христианцы мы должны воспитывать и говорить теперь на духовном уровне все измеряется если случается там неверность у нас никакого выхода нету никакого только молитва так она не верит она будет ну это твой крест зачем же ты брал ее а бывает так они поженили с комсомольцем а он уверовал и писание говорит если она согласна живи с ней они венчаны неважно апостол павел в первом послании коринцам 7 глава это и говорит и ты вышла замуж а потом ты уверовал он говорит да бога нет то другое ты не старайся развестись а старайся жизнью показать и обратить его если возможно чтобы он стал верующим жизнь в вере наполняет глубокую глубокий смысл дает она глубиной наполняет жизнь потому что ты смотришь на дальнейшее на будущее и все это с прицелом универ еще ничего нет заработал надо вот это купить надо поменять машину там еще что-то поменял паш ну вот не надо же на чем-то было ездить а это сломалось укатал ее я про это и говорю что она все временное а когда для вечности человек он все примеряет а какая польза будет для бога вот я знаю такой он в церкви есть он всех бабушек развозит вот ему лепится он всех то не может взять это у него не автобус ну тут подождите еще привезет и пять возвращается это все бесплатно вот там человек он верующий он для будущего делает они верующие ему зачем это надо он бабка такие голову оторвет ну вот вчера ты когда спрашивала тут телефон у него этого Витя Тимохина дозвонила потом вон ну ты сама с Витей да поговори я там не совсем расслышал что Игнать Тихонович говорил я был в дороге я не совсем понял о чем он меня просил то есть он он даже наверное и не слушал и не слышал я напомнил а вы ему рассказали конечно рассказал а он что тогда а ну ну понятно ну ты сама все равно поговори с Витей ну Витя сделал как просили съездил все спасибо ему ну не знаю я трудно вот я говорю повесил один крест потом снял его второй купил побольше опять на шею рядом с этим крестиком повесил какую-то иконку еще вот у него теперь и крестик и иконка на шее на толстой серебряной цепочки висят в голове то и в сердце ничего пусть пока так а дальше видно будет господь усмотрит научиться надо благодарить и события не ускорять просто довериться потому что от нас скрыто будущее вот наша немощь то в чем и мы доброе что Бог дает можем не принимать потому что не нравится это лекарство а господь то знает как это и что будет поэтому такое дает так вот вчера вечером папе звоним беседуем скучает же все равно папа на работе он да дочь я тебе подарок купил вот привезу ну и мы до трех часов ночи по окнам бегали ждали не могла я ее уложить спать давай позвоним давай позвоним давай позвоним почему он задерживается он наверное где-то в пробку попал потом кое-как вот в три часа я ее только смогла успокоить и уснуть она сумела у меня вчера тоже машина не пришла ее взяли на ремонт тут наш который едет шофер то ну и я подъеду то видимо задержался и я во дворе тут шагал и шагал и шагал и шагал ходил пока дождался пришлось похоже здесь мы разговариваем по телефону а там значит слышно что это ты с кем разговариваешь кто тебе звонит говорите по чаще о душе не о пустяках пустяки все уйдут для чего человек живет ну у бога это выпросить надо когда сказать как сказать чтобы это было не навязчиво чтобы он увидел что вы все-таки смотрите на то что бог делает потому что таких историй ни одна не две а миллионы это не тот грех Даша выпусти кошку который редкий он очень частый ну и вот он как-то просто чисто внутренне то ли надломился я не знаю ну вот ну трудно с ним стало разговаривать не разговариваю тогда не разговариваю приноровись это тебе тебе голова дана ум дана с ним трудно разговаривать а ты не разговаривай поклонилась ему без слова поздоровалась и дальше ему молча свое дело делает делай только не так что я замкнулась чтобы не демонстративно я не хочу с тобой разговаривать чтобы видно не было опять поглядела на него улыбнулась и дальше свое дело сама про себя молитву считай ты увидишь что бог сделает ты дала ему эту ссылку почитать которую вам вчера отправляла ну прочитал одну только ну да да все правильно написано ну а то ли он где-то отключились ну надеюсь что кто-то поймет ну ничего видите у нас хотя бы в дом заходить уже прогресс а то ведь только он докрыть зад мы молимся об этом это не не просто мне делать нечего я молюсь это перед богом так мы расстаемся ко мне Сережа приехал с собакой все с богом выключайся вес оно это Продолжение следует...